Курс на парламентские выборы. В Москве завершил работу двухдневный съезд Единой России. Он дал официальный старт подготовки к предварительному партийному голосованию. Уже в мае крупнейшая политическая сила страны собирается провести праймерис, чтобы определиться со списками кандидатов в депутаты Госдумы. Приоритеты в работе партии обозначил лидер единорусов Дмитрий Медведев. В столице работала съемочная группа «Мира Белогорья». Подробности в специальном репортаже Елены Труфановой и Виталия Петренко. Никаких кулуарных решений. Список кандидатов на предстоящие парламентские выборы будет сформирован публично, в открытой и конкурентной борьбе. Причем представить свои кандидатуры смогут не только члены партии, но и беспартийные. Предварительное партийное голосование Единой России – своего рода кадровая перезагрузка. Единственная партия, Единая Россия, она применяет такой метод отбора для кандидатов, которые примут участие уже в выборах депутатов Государственной Думы, с учетом открытости, легитимности, гласности. Вот такие задачи были сегодня поставлены на съезде. 20 тысяч избирательных участков по всей стране откроются 22 мая. Столь масштабных праймерис в России еще не было. 2016 год ответственных решений, которые будут принимать не политики и чиновники, а сами граждане нашей страны, отметил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Белгородцам, как и всем россиянам, в единый день голосования предстоит выбрать, кому доверить страну в сложных экономических реалиях. Страна находится в непростом положении, причины нам известны. У нас много собственных проблем. На нас давят со всех сторон. И для Единой России принципиально важно победить именно сейчас. Кризис не во времена отчетов об успехах, подъема на нефти, а в период испытаний и трудных решений. Мы с вами преодолели кризис 8-11 годов. И мы знаем, что делать. У нас есть все, чтобы победить. Об умении принимать стратегически верные решения говорит работа Государственной Думы нынешнего созыва. Четверть законопроектов, ставших законами, были внесены депутатами от Единой России. Другая часть – правительством страны, которая фактически сформирована при участии партии. При этом Дмитрий Медведев призвал однопартийцев не давать голословных обещаний. Убедительно прошу вас не обещать людям того, что мы не сможем выполнить. Мы ответственная политическая сила. Особенно в условиях жесткого бюджета. При этом премьер подчеркнул, правительство не будет экономить на людях и на развитии страны. Деньги будут направлены в сельское хозяйство, металлургию, химическую промышленность, машиностроение. Ну и, конечно, в приоритете социальные обязательства. А вот расходы на госаппарат в этом году уже решено сократить на 10%. Откровенно говорить об острых вопросах. Не прятаться, а общаться с людьми. Такова озвученная Дмитрием Медведевым стратегия партии. При этом лидер единороссов убежден, у людей много идей и инициатив. Главное их услышать. Поэтому особая роль в формировании предвыборной программы партии отводится общественным приемным Единой России. Только в Белгородской области их 22. Задача, которая сегодня стоит перед нами, это через общественные приемные собирать предложения, пожелания, которые затем могут войти в программу партии предвыборную, в программу наших кандидатов от Единой России. И впоследствии они должны стать основой для тех программ социально-экономического развития страны и региона, которые будет проводить Единая Россия. За полгода до парламентских выборов Единая Россия провела и традиционную ротацию кадров. На треть обновились руководящие органы. Главная цель привлечь новых людей с новыми идеями. Потому опорой партии при проведении праймерис станет гражданское общество. Мы сделаем все для того, чтобы в период предварительного голосования в список кандидатов вошли самые достойные представители нашего региона. По итогам съезда уже сегодня в Белгородской области сформирован региональный организационный комитет по проведению предварительного голосования и избран его председатель. Им стал Иван Кулабухов. В состав оргкомитета вошли 17 белгородцев, представители самых разных сфер, в том числе общественности и СМИ. Им предстоит заняться организацией и проведением партийного голосования, формированием счетных участков и комиссий, а также регистрацией и обучением кандидатов. Ожидается, что второй этап 15-го съезда Единой России пройдет уже летом этого года. Делегатам предстоит утвердить список кандидатов от партии на предстоящие выборы депутатов в Государственную Думу, а также принять предвыборную программу партии. Елена Труфанова, Виталий Петренко. Новости мира Белогорья из Москвы.